Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Уже не в первый раз мы представляем лучшие фильмы режиссёра Елены Каретник, неоднократно отмеченными призами на кинофестивале «Покров». Её фильмы особенно интересны тем, что затрагивают самые загадочные темы христианской истории. Очередное исследование режиссёра мы увидим в фильме «Пятая Евангелие», посвящённое Туринской плащанице. Множество вопросов и истории относятся к существованию плащаницы, в которую по смерти был положен спаситель. У нас нет сомнений, что это та самая плащаница, и нам не требуется особых доказательств для признания христианской святыни. Но мир до сих пор сомневается в подлинности плащаницы. А фильм «Пятая Евангелие» полностью опровергает все сомнения. Итак, подлинная история Туринской плащаницы в фильме «Пятая Евангелие». «Пятая Евангелие» 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 Продолжение следует... 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 Из Евангелия известно, что к гробу приходили жены-мироносицы и апостолы. Вахту возле гробницы несли римляне, а в воскресенье женщинам поведали ангелы. Но кто именно унес плащаницу с пустой гробницы, молчат все четыре евангелиста. Возможно, это был Иосиф Аримофейский, который приносил ткань, ему же принадлежала и гробница. К тому же, Евангелие больше нигде не упоминают об этом человеке. Или плащаницу взял Никодим, который приносил мира, чье имя тоже исчезло из всех последующих глав Писания. Или женщины. Кто-то из учеников? Ангелы? Враги, желающие уничтожить всякие вещественные доказательства. В евангельском повествовании появляются два человека, которые непосредственно играют очень важную роль в погребении Христа Спасителя. Это Иосиф из Аримофеи и Никодим. Иосиф был богатым человеком и был владельцем рудников на Британских островах. Есть предположение, что Никодим был членом похоронного благодарительного городского общества, которое именовалось Хавер Ир. Из-за того, что приближалась суббота и большой праздник Пасхи, необходимо было предать тело Христа погребению. И, по всей видимости, использовались подручные материалы. И тот факт, что Туринская плащаница, она не предполагает отдельного отсека для того, чтобы разделить туловище от головы, по всей видимости, сообщает нам о том, что этот саван, который был предложен Иосифом из Аримофеи, изначально не был погребальным саваном. Окутанная тайная плащаница сокрылась во времени и была явлена миру спустя сотни лет. Одни признали в ней погребальный саван Иисуса, другие сочли гениальной подделкой. Образовались исследовательские институты, отдельная наука синдология от слова «синдоны» – саван. Плащаница, не отпуская человечество, все время заставляет думать о себе. Плащаница – это очень притягательная вещь, потому что с точки зрения веры ее почитают миллионы людей. Кроме того, это археологический объект из льна, длиной 4 метра, шириной около метра. На нем присутствует изображение мужской фигуры, обозначенное как тело, испощренное сотнями ран. И это именно те раны, которые, согласно Евангелиям, получил Иисус из Назарета, претерпевая страсти. Примечательно, что тайна Плащаницы была открыта благодаря изобретению научно-технического прогресса – фотографии. Выставленная в мае 1898 года для поклонения верующих в Туринском соборе Плащаница, была сфотографирована впервые за всю историю пьемонтским адвокатом Секондо Пия. Его удивление было огромным, когда на пленке он заметил не негативное изображение, как он ожидал, а позитив – столь неожиданный, четкий образ человека с покойным величием смерти. Оказалось, то, что много лет рассматривали на длинном куске ткани, было негативом истинного портрета, о котором не могли даже догадываться в древности. И лишь на фото-негативе, как ни странно, явственно проявился таинственный лик, который две тысячи лет был сокрыт от людей. Тогда о Плащанице из итальянского города Турин заговорили во всем мире. Но почему именно в Турине много лет хранилась реликвия? И как она там оказалась? В 1861 году он стал первой столицей Объединенной Италии, которая доселе была раздробленным государством. Турин уже с 1563 года стал развиваться как столица Пьемонского княжества, куда совойский княжеский род перевел в столицу из Шамбери, что во Франции. Турин – своеобразный и любопытный город. Светский турин знаменит своими автомобилями «Фиат», египетским музеем и музеем кино, дворцами и замками, которые являются мировым достоянием и охраняются ЮНЕСКО. Турин также славится своим шоколадом и вермутом, которые родились здесь в 17-18 веках, и многим другим, всего не перечесть. Но более всего город знаменит благодаря святой плащанице, названной по имени этого североитальянского города Туринской. И не только потому, что многие жители Турина посвящают свое время плащанице, добровольно и бескорыстно работая как в музее плащаницы, так и во время ее выставления на всеобщее обозрение, когда Турин становится центром всемирного паломничества, а прежде всего потому, что последний король Гумберт II перед смертью в 1983 году завещал плащаницу, которой Савойский род владел с 15 века, святейшему престолу. Но с тем условием, что священный Синдон, как именует на греческий манер плащаницу итальянцы, никогда не покинет пределов Турина. Завещание никто не нарушает. Плащаницу выставляют для обозрения и молитвенного поклонения нечасто, примерно раз в 25 лет. Последний раз это было в юбилейном 2000 году. В 2010 году по просьбе властей города Турин Ватикан дал благословение вновь показать реликвию миру. Этот предмет имеет очень длинную историю. Он находился на востоке, откуда он естественно и происходит. Сначала в городе Эдессия, что расположен на территории нынешней Турции, а потом на протяжении длительного времени в Константинополе, при дворе византийских императоров, которые были людьми верующими и собирали у себя самые важные святыни, связанные со страстями Христовыми. Из ранних христианских источников следует, что погребальный саван Иисуса оказался в руках апостола Фомы, известного как Фома неверующий. Именно он более всех нуждался в доказательстве божественности своего учителя. Вспомним и евангельские строки, где Фома, не веря в воскресение Иисуса, говорит, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Далее история плащаницы плотно переплетается с реликвией, известной как плат, мандилион, убрус или спас нерукотворный. Многие церковные историки считают, что это один и тот же предмет. Есть предположение, что апостол Фома передал ткань с изображениями Иисуса апостолу Фаддею, который шел с проповедью в Малую Азию. Возможно, так плащаница и попала в Эдессу. В христианской литературе по-разному интерпретируется рассказ о царе Авгаре, у которого хранилась святыня. Ее почитали как нерукотворный образ спасителя и подемонстрировали лишь отображенный лик Христа, поскольку невозможно было каждый раз разворачивать аккуратно сложенное полотнище. Уже в X столетии о ней упоминается как о реликвии Константинополя. Здесь плащаницу каждую пятницу выносили во Влахернском храме для поклонения верующим. В 1204 году крестоносцы захватили Константинополь и разграбили город. Вместе с ценностями и реликвиями была похищена и святая плащаница. Следующее упоминание о ней лишь во второй половине XIV столетия во Франции. Святыня попадает во владение Готфрида де Шарни в Лирее. В 1453 году его наследница Маргарита де Шарни передает плащаницу герцогу Людовику Савойскому, который хранит ее в городе Шамбери. Доподлинно неизвестно, почему Маргарита передала эту реликвию представителю Савойской династии, но есть предположение, что ее продали за немалые деньги. В 1532 году плащаница, хранившаяся в часовне Шамбери, пострадала от огня, следы которого есть на ней и поныне. Спустя 50 лет разразилась эпидемия чумы. Миланский епископ Карл Бартоломейский решает отправиться в пешее паломничество плащаницы, чтобы просить милости Божьей. Для сокращения пути немощному старцу плащаницу перевозят ближе, в Турин. Случайность это или Божье проведение сказать сложно, но с того времени плащаницу не вывозили из Турина и стали именовать Туринской. Уже засветло в саду Туринского кафедрального собора предтечи господня Иоанна собираются волонтеры, чтобы занять привычные места. Каждый на своем участке окажет необходимую помощь паломнику, обеспечит порядок для достойного посещения святыни. Согласно официальным данным, около 4000 добровольцев исчезла членов древнего сообщества друзей плащаницы, задействована во время демонстрации Санта Синдоне. Сообщество существует еще с 16 века. Изначально в его функции входила охрана святого полотна. Сегодня друзья святой плащаницы еще и помогают ученым при изучении древней реликвии. Милостью Божьей мы сейчас с вами посетим святую плащаницу. Мы поклонимся этому великому и священному Синдону и запечатлеем в сердце лик Господень, потому что это истинный лик Христов. Плащаница приезжает множество христиан, в том числе и православные из Украины. Они стремятся своими глазами увидеть священное покрывало, которое до наших дней повествует о смерти и воскресении Христа. Господь так устроил, что я встретилась с реальностью. Были непередаваемые чувства, и слезы, и какая-то дрожь по телу. Счастлива безмерно, что я могла поклониться такой величайшей святыне. Давно я был завернут Иисус Христос. Это ветхое полотнище длиной 4 метра 42 сантиметра и шириной 1 метр 13 сантиметров, через века несет запечатленный на нем образ Спасителя мира. Синтологи говорят, что надо не видеть плащаницу, а уметь ее читать. Поэтому ее и называют Пятым Евангелием. Господь благословил донести до нас свой образ не в славе, а именно таким, униженным, измученным. С правой стороны рана, нанесенная римляниным, уже умершему Иисусу. Легионеры специально тренировались наносить смертельные раны в сердце именно с правой стороны, ибо во время сражения сердце было там не прикрыто щитом. Струя крови от ранения копьем очень густая, имеет совершенно естественное чертание и оставило яркий след на ткани. Зияющие раны в запястьях свидетельствуют о страшных мучениях на кресте. И даже ноги выше колен покрыты ранами, свидетельствующими о жестокости людей того времени, нежелавших и слышать о милосердии. Стопы, пронизенные гвоздями. На полотне плащаницы они отмечены кровавыми печатями страданий. Все эти раны, согласно Евангелию, Христос сохранил и после своего воскресения. Мертвое тело распятого было снято с креста и положено на длинную ткань. А затем через голову свободную часть полотнища перекинули к ногам, поэтому до нас дошли отпечатки тела не только с лицевой части, но и со спины. Именно по темени и затылку, по многочисленным на них ранам, запечатленных на полотне, антропологи реконструировали вид тернового венца, который был водружен мучителями на голову. О Туринской плащанице написано множество научных трудов. Проводилось бесконечное количество серьезных исследований с использованием новейших технологий. Но ученые так и не пришли к согласию. Одни считают, что плащаница была изготовлена в средние века, другие же настаивают на подлинности плащаницы, предъявляя новые результаты исследований. Есть несколько элементов, которые свидетельствуют о ее древности и все-таки о ее подлинности. Это отпечатки монет, которые были на лице Христа. Это монеты римского периода, периода первого века. Это две монеты, которые немного отличаются по величине, и они были на лике Христа. В нитях плащаницы найдено очень много споров, очень много пыльцы, растений, которые характерны для первого века и характерны для именно вот этого региона. Все четыре евангелисты, они описывают о том, что это было в первом веке. Более того, мы знаем о том, что плащаница была почитаема у первых христиан. И мы знаем такое явление, как спас нерукотворный. Это не что иное, как эта плащаница, которая находилась в Константинополе в свернутом состоянии. Самым любопытным и интересным свойством плащаницы является то, что отпечаток, воспроизводящий тело мужчины, выполнен не красками. Анализы это доказали. Если бы на ткань положили другое окровавленное тело, то очевидно, что при снятии ткани остались бы частицы плоти. Каждый человек хоть раз в жизни снимал бинт с раны и представляет, что это такое. Но на плащанице телесных частичек не обнаружено. Как проявился образ? На самом деле изображение получено при тончайшем окислении целлюлеза льна. И только сегодня в некоторых экспериментах, произведенных с помощью лазера, удалось получить крошечные кусочки, на которых имеется изображение, подобное тому, что есть на плащанице. Но очевидно, что лазерные лучи – это современное изобретение, сделанное в совсем недавнее время, и его не существовало в древности. Недавно на плащанице были найдены различимые отпечатки папирусных свитков, где видно то, что было на них написано. Надписи говорят «Иисус Назарянин умер в 16-м году царствия Тиберия, снят с креста в 9-й час. И, возможно, они были положены на это мертвое тело, обернутое льняным саваном, чтобы свидетельствовать о его погребении». Тело человека, усопшего человека, в результате насильственной смерти, оно не предавалось ритуальному очищению. Поэтому вряд ли на него возливалась вода, которая символизировала погружение в микву. Обильное количество пятен крови на Туринской плащанице этому может быть только свидетелем. Туринская плащаница выполнена великим художником, прекрасно создавшим мир, написанная красками света его воскресения. Это художественное полотно, сама не дописанная евангелистами истина. Плащаница, как обвинительный факт, как доказательство против всякого зла здесь, на земле. Со временем, после того, как Туринская плащаница стала известна миру, ее многократно фотографировали в разных ракурсах, просвечивали ее рентгеновскими лучами. Параллельно появлялись фотографии отличного качества и даже подобия на ткани, которые называли копиями плащаницы. Но изготовление копий требует более серьезного подхода, чем простое нанесение типографской краски на ткань соответствующего размера. Именно над этим задумался протоиерей Николай Несправа, настоятель Днепропетровского храма Божией Матери Иверская. Подобной работой не занимался еще никто в мире. Ни попытки были. Попытки были на протяжении последних, наверное, пяти, может быть, даже семи лет. Но еще ни одной компании, которая занималась этим процессом, еще не удалось подойти к положительному результату. Труд настолько ювелирный, щепетильный и колоссальный, что вот, ну, необходимо очень много терпения. Я могу сказать так, необходима еще и вера для того, чтобы увидеть конечный результат. Переплетение нитей ткани плащаницы особое. Елочкой или, понятнее сказать, паркета. Такая технология была характерна для Египта и Иудеи в первые столетия. Образ на Туринской плащанице появился удивительно, путем обезвоживания участков ткани. Ученые говорят, что такое возможно лишь при мгновенном и очень сильном ядерном излучении. Повторить это невозможно. Поэтому на украинскую копию с помощью цифровых технологий нанесли цветовой слой с точной цветопередачей в 12-ти колористических оттенках. Причем краска не просто застывала на поверхности ткани, а проникала вглубь волокон, что создает полную иллюзию легкого светового ожога, который и воздействовал на нити ткани во время воскресения Христа из мертвых, отобразив рисунок тела на полотне. И священный образ тела Спасителя стал виден, как и на оригинале, сразу с обеих сторон ткани. Сегодня это точнейшее отображение святого Синдона. Мы на этот проект потратили порядка 9,5 месяцев. Мы использовали самые современные технологии, самое современное оборудование. И финал. Я был в метре от оригинала. Я прикасался рукой. Я стоял и смотрел. Я видел оригинал, вел копию. Я не думаю, что я очень сильно буду смущать людей, но я могу сказать, что мы все равно не пришли вот-вот к стопроцентному пониманию того, что мы сделали. Все равно оригинал, он глубже, он больше. Духовная сокровищница Украины пополнилась великой святыней. Плащаница. Свидетель Пасхи Крестной и Пасхи Радостного Воскресения из мертвых. Пятое Евангелие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok История христианства Довольно открытая книга для любого желающего ее изучить. Но это возможно только тогда, когда человек искренне начинает верить Бога и верой познавать его тайны. Тем же, кто сомневается в правдивости нашего православного наследия, надо начинать в первую очередь с себя. Понять, кто ты на самом деле, для чего родился на этой земле, что должен сделать для мира и своего спасения. Иначе многие тайны человеческой души останутся нераскрытыми, и человек всю жизнь будет пребывать в растерянности. Без веры Бога мы слепы и беззащитны. Господь многое уже нам раскрыл, в том числе и самой Туринской Плащаницей, историю которой мы сегодня узнали. До скорых встреч, дорогие друзья, в Киноклубе Покров. Мира, здоровья и любви. С Богом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова